Приветствую вас, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами я, Георгий Славянко, со своим каналом «Сделал сам. Поделись с народом». И сегодня мы с вами рассмотрим очередной ролик по изучению пульта Radiomaster TX16S. И конкретно это глобальные переменные. Что он у нас представляет, где они находятся, как их настроить, ну и как можно их использовать в процессе настройки вашей модели. Включили пульт, и теперь нажимаем слово MDL и передвигаемся практически в конец. Вот они глобальные переменные, где настраиваются глобальные переменные. Их 9, никаких дополнительных снизу настроек, вызовов и прочего нет. А здесь это у нас уже идут полетные режимы. Вот первый, второй, вот третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Это нулевой полетный режим. То есть, когда мы рассматриваем полетный режим, я вам говорил, что основной, который не подлежит настройке, там полетный режим, там только можно отключить, кое-какие манипуляции сделать, минимальные. То есть, здесь вот он, и он, видите, вот он активный. Полетный режим нулевой всегда активный. Для чего нужны эти глобальные переменные? Возвращаемся к настройке Input входов. Ну, как видите, частично сбросил, частиц не сбросил. Ну, здесь получается 100%, как и было. То есть, предыдущие настройки, которые я вам показывал, естественно, их здесь нет. Так, заходим в настройки и смотрим, значит, что здесь можно поменять. Начиная от вес, то есть, мы вот если нажимаем, держим, значит, глобальную переменную можем выбрать. Где мы можем еще выбрать? Да, сдвиг. Тоже можем выбрать глобальную переменную. Здесь можем выбрать глобальную переменную. Здесь можем выбрать. А здесь, кажется, нет. Функции нет. Не-не, функции, извините, обшився. Так. Экспонента. Здесь можем выбрать глобальную переменную. Так. Здесь, кажется, тоже самое можем выбрать глобальную переменную. Так, насколько надо будет убрать это все. А то я тут на выбираю сейчас. Потом я вам запутаюсь пояснять, почему оно так, а не так. Так. Что еще? А, ну все, в принципе. Так. Экспонента 0. 0. Все остальное везде выбрано 0. Все. Теперь возвращаемся здесь тоже мы все ставим в 0. А вот, что касается вес, ну пусть будет sv1. Не sv, а gv1. Глобальные переменные. Global variable или как-то в этом роде. Как же пояснить получше? Ну ладно. Понятно. Или непонятно. Значит, мы вот здесь, вместо того, чтобы можем настраивать числовое значение 100. Мы можем выбрать глобальную переменную. Вот мы выбрали глобальную переменную. Пример настроили здесь мы глобальную переменную. Вышли. Мы будем сейчас настраивать расходы. То есть, как я уже вам показывал, кажется, в input или и в input показывал, кстати, и в микшеры показывал. Я уже запутался, те, что показывал вам. То есть, у нас получается, к примеру, спортивный режим или наоборот, ну спортивный режим, полу такой и самый-самый такой спокойный режим, где можно стиками машешь во все стороны, а модель только-только отклоняется. Вот. Можно там настроить и можно здесь настроить. Я вам еще раз говорю. Я рассказываю просто идею, как здесь работать. Я не могу вам рассказать все настройки, которые вам необходимы. Поэтому вы уж, как кажется, извините. Это нереально. Принцип работы. Я вам расскажу и все. Значит, здесь мы настраиваем, ставим глобальную переменную. Видите, стало не 100%, а SGV1. Для того, чтобы у нас одновременно отрабатывали спортивный, так сказать, полуспортивный и неспортивный режим, нам еще необходимо настроить элероны. Оставить элеватор. Руль высоты. Заходим сюда. Снова опускаемся сюда же. И выбираем тоже GV1. Все. Вернулись мы обратно. И возвращаемся на глобальные переменные. Кривые. Вот они, глобальные переменные. Теперь мы здесь настраиваем. Значит, как я уже говорил, что нулевой полетный режим, он есть нулевой полетный режим. И поэтому он всегда настроен. Он должен быть настроен. Значит, мы заходим. Это можно и не так. Можно вот так. И здесь мы устанавливаем, ну пусть будет сначала 100%. То есть мы ставим. Да, кстати, вот здесь показатели можем менять аж до 10-24. Зачем столько много, не знаю. Ну, в плюс и в минус. Так. 100%. Есть. Это нулевой полетный режим. Как видите, FM1. Переходим на первый полетный режим. Тоже, если нажимаем и держим, то тоже мы можем менять значение. Мы здесь ставим пусть будет 75. Ну, как я тогда показывал, что говорится, не мешать. Третий полетный режим. Отставить. Это нулевой, первый, второй. Второй полетный режим. Тоже выбираем. И ставим здесь мы 50. 50. Вот мы настроили глобальные переменные. три значения. 100, 75 и 50. А здесь у нас там уже стоит в импуте глобальная переменная GV1. Ну, чтобы она сработала, чтобы она сработала, необходимо сюда же, так как здесь указаны полетные режимы, видите, вот они тоже. Нулевой. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Помните, я вам рассказывал это все. Значит, возвращаемся теперь к полетным режимам. Вот, полетным режимам. Но полетный режим я уже рассказывал в прошлый раз, как их настраивать, поэтому повторяться не буду. Вот у меня получается нулевой полетный режим. А, F, второй полетный режим, B, и третий полетный режим, C. Вот три полетных режима. На тумблере, на вот этом тумблере. Вот у меня сейчас получается нулевой полетный режим, это первый полетный режим, и второй полетный режим. Переключая полетные режимы, соответственно, и глобальные переменные тоже полетные режимы меняются. Смотрите, нулевой, первый, и второй. Теперь мы заходим, чтобы посмотреть, как это все отображается. Вот у нас получается, мы отклоняем элероны 100%, и руль высоты тоже 100%. Теперь мы включаем, это нулевой полетный режим, первый полетный режим, 75%, 75%, и снова 50%, и 50%. То есть, с помощью глобальных переменных мы можем изменять настройки, не указывая конкретно цифровое значение, а указывая именно глобальную переменную. Надо это, не надо это, вопрос интересный. Сколько людей столько мнений, кому это будет очень нужно, а кому это может быть и даром не нужно. Ну, задача была вам показать, как это работает, я вам показал. Возвращаясь к предыдущему ролику, это полетные режимы, но я вам показал, как работает полетный режим. Как стримерами, пока еще не знаю, но разберусь, может быть дополнительный ролик потом сниму. Это как что касается полетных режимов. Ну, еще один из моментов, это конечно надо было в самом начале рассказать, но я думаю, вы уже частично поняли, как пользоваться данным экраном. Я просто хочу акцентировать моменты на некоторых особенностях. Я по одному делал, можно по другому делать. Я делал как мне удобно, но посчитал, что и вам будет так удобно. поэтому я рассказываю как можно сделать. Значит, вот я настроил, а если например нажать Enter и поддержать, то мы заходим, вот такое вываливается под меню Edit и Clear. Редактирование и очки. Ну, мы сначала выберем редактирование. И мы заходим на глобальную переменную первую, заходим в нее. Мы можем ее назвать как угодно, как хотите, так и называйте. EAA. Пусть будет EAA. Это единица введу здесь не просто метры, футы, дюймы, а просто вот или проценты, или просто ничего. Поэтому лишняя информация она даром не нужна, поэтому я не стал проценты. Дальше. Или должны быть за запятой какие-нибудь показания, точки, или не должно быть. Ну, пусть будет как есть. Вот так. То, что я уже говорил, что минимальные максимальные показания, которые сделали на полетном режиме нулевом 100, первый полетный режим 75, и второй полетный режим 50. Здесь тоже самое можно настроить. То есть не там, а можно здесь настраивать. Вот берете и меняете. 100, то же самое 75, или 70, пусть будет 80. Ну, и третий например мы сделаем не 50, а сделаем пусть будет 40. Ну, на третий нулевой мы его оставим пусть будет FM0. 100%, третий полетный режим. Вот мы так настраивали. Так, что еще ниже? Ну, они же все пошли полетный режим. Тут нового ничего нету. Все, возвращаемся обратно. Вот у нас получается то, что мы настроили. Глобальная переменная, ее имя глобальной переменной, нулевой полетный режим 100, первый 80 и второй 40. Как удобно, можно здесь настроить, можно там настраивать. Там просто как бы нагляднее, ну, не знаю, как кому удобно. Теперь, например, нам надо все это удалить. Нажимаем очистка, точнее. Все, все очистили. Ну, за исключением не очистился только имя, почему-то очистилось только показания. чтобы снова было FM0, просто нажимаете, вот так, есть, чтобы он не мигал, можно нажать Return, можно ли нажать Enter еще раз, или нажимаем Return, ну, можно, вот, Enter нажал, и имя, чтобы оно не светилось, ну, вот так, как-то, хотя здесь, наверное, нет, здесь дополнительно ничего нет. Все, мы привели все в исходное. Все, что хотел, я вам рассказал про глобальные перемены, если есть какие-то вопросы, задавайте, будем изучать вместе дополнительные какие-то настройки, но, еще раз говорю, идея понятная, поэтому уже каждый, кто находится в теме, я думаю, сможет разобраться и как них настроить, хотя, честно, они, по большому счету, сильно-то и не нужны, это все можно настроить в цифровом значении, в том же импуте, или в том же микшер, или еще что-нибудь, ну, и параллельно, как видите, я еще и захватил, что для этого надо, как привязать полетные режимы. Все, на этом буду заканчивать, с вас подписка, лайк, колокольчик, и ждем новых роликов. С вами был Георгий Славянко со своим каналом «Сделал сам». Не забудь поделиться с народом. Всего доброго, до новых встреч на моем канале.